Музыка Всем привет! Начинаю снимать новую рукодельную неделю. Вот так она у меня начинается. Но вышивальщицы у нас в такую погоду не унывают. Это лишний повод посидеть дома за рукоделием. Как раз мне не нужно ехать на огород, поливать. И я с удовольствием займусь своим любимым занятием вышивкой. У меня двойная радость. Смотрите, сколько воды. Это означает, что огород хорошо польется. У меня двойная радость. О, хулиган. Если бы не ты, я вообще бы на улицу не выходила. Вышивала бы. Начала я вышивать. Начала с горшочка. Вот уже почти весь горшочек я завершила. Но знаете, что хочу сейчас сделать? Надо же мне оформлять вот эту матрешку. Но смотрите, что мне не нравится. В чем загвоздка? Помните, я говорила уже, да? Вот здесь я перепутала цвета. Был такой желтый цвет. Неправильно я вышила. Не желтый, вернее, а бежевый. Я, в общем-то, выпорола. Цвет заменила по ключу верно. Но я делала разметку авторучкой. Вон, видите, красный просвечивает. Проблема в том, что я не могу вышивать без разметки. То есть я не размечаю полностью, но иногда бывает я крестики ставлю. Если я сбилась, то крестик ставлю. И вот здесь вначале, чтобы не сбиться, я прочертила небольшую такую полоску, которая видна. Понятно, что темной авторучкой будет видно. Я вот такой светлой. Она даже не ярко-красная, она бледная. Вот такую использовала. Но поскольку здесь светлые нитки, получилось, что немножечко вот здесь просвечивает. На пластиковой конве никакие маркеры не держатся. То есть они руками смазываются. Это вообще не вариант. Уже всякое я пробовала. И вот этот маркер, ой, вернее, вот эта авторучка, она меня не подводила. Потому что вот здесь темные цвета или пестрые, не видно. И вот такой участок светлый, что здесь видно. В общем, что я хочу сделать? Я хочу сейчас пойти и постирать. Я никогда не стирала пластиковую конву. Тем более наборы от Жар-Птицы. По-моему, здесь нитки ПНК. А я еще не вышивала нитками ПНК. Вернее, я вышивала вот эти игрушки, но я их не стирала. Я хочу попробовать, постирать. Очень переживаю. А вдруг вот этот красный цвет полиняет. Но в любом случае мы с вами увидим, что будет. Для стирки я буду использовать ЛОК. Это продукция компании Амве. Я сейчас капну вот сюда. И зубной щеткой потру. Потом смою, промокну все это хорошо полотенцем, чтобы воду полотенце в себя впитало. И повешу сушить. Ну, когда высохнет, я покажу, что получилось. У меня есть ЛОК. Но когда ЛОКа нет, я для стирки использую ваниш для цветного белья. Вот, ваниш пятновыводитель для цветного белья. Капаю на пятно. Или... Если есть пятна. Когда я водорастворимым маркером пользуюсь, я просто в холодную воду кладу свою вышивку. И маркер в холодной воде отходит очень быстро. Его нельзя в теплую воду помещать. Вот. И моющие средства сразу добавлять нельзя, пока маркер не смылся. Но здесь у меня не маркер, здесь у меня авторучка. Вот. Поэтому здесь будет сложнее. Я не знаю. Может быть, с пластиковой канвой авторучка отстирается, но испачкаются ли нитки или нет, мы с вами увидим. Но в любом случае я так оставлять не хочу. Я очень боюсь, что будет еще хуже. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, я постирала. Еще не просушила. Очень хорошо промокнула все полотенцем. Пришлось очень сильно тереть зубной щеткой, потому что там внутри была авторучка. Вот, собственно, почему я и закрепляю узелками на пластиковой канве. Кто бы мог подумать, что мне придется стирать эту работу. А вот видите, как получилось? Нужно было постирать. Вот это просвечивает, потому что мокрая просвечивает красная нитка с обратной стороны. Сейчас высохнет, ничего видно не будет. Но пришлось зубной щеткой тереть. Вот даже здесь по краю была разметка, и вот так пальцами она не оттиралась. Нужно было зубной щеткой, потому что ребристая поверхность, и, естественно, там была авторучка. Ну, в общем, нужно быть поосторожнее с разметкой. Я учла свои ошибки, и здесь я уже разметку не делала. То есть где-то вот я одну прям точечку поставила, еле заметную. Вот особенно вот здесь на белых местах абсолютно нельзя делать разметки. Можно делать на пестрых или на темных, а здесь нужно осторожнее. Ну, в общем, все. Сейчас повешу на прищепочку сушить, и когда высохнет, потом буду оформлять. Ну что, вышиваю два дня, два вечера вернее. Посмотрите, уже у меня половинка это готова, передняя одна половинка. Посмотрите, ну, практически один в один, как на превью. Я еще не пришила бисер. Вот здесь на горшочке должен пришиваться бисер. И вот здесь на листочках написали, что это хавортия растения. Вот сюда нужно пришить белый бисер и сделать бэкстич. Ну, в общем, осталось совсем чуть-чуть, и сегодня я закончу вот эту переднюю половинку. И, скорее всего, мне нужно будет оформить матрешку. В вышивальной неделе я не буду показывать подробности, как я ее оформляю, потому что много было вопросов, связанных с техникой вышивки на пластиковой конве, а также про оформление этой матрешки. Скорее всего, я сниму отдельное видео и выложу отдельным видео. Потому что я потом сама забываю, в какой именно вышивальной неделе есть эта информация. Там информации на отдельный ролик, я думаю, наберется. И вот еще теперь нужно вышить вот эту заднюю половинку. Ну, здесь в основном вот такие вот одинаковые листья. Наверное, будет поскучнее вышивать, чем переднюю половинку. И очень, наверное, легко сбиться. А вот эту переднюю половинку я вышивала без разметки. Мне не было сложно, все хорошо вышивалось. Вот, как видите, я уже сделала даже бэкстич. Бэкстич в одну нить, черной ниткой, и вот здесь немножечко белой ниткой. Так, ну что? Все, теперь буду пришивать бисер. Все, вот такая красотища получилась, обалденная. Все пришила я, вот бисеринки, бэкстич доделала, на горшочек пришила бисеринки. И вот здесь маленькие сиреневые точечки. Это фрузелки. Они выполняются в одну нить, два обвития. Но, знаете, я делала три обвития. Потому что даже три, смотрите, какие они маленькие. Два обвития, это вообще ни о чем. Их практически не видно. И нитка проскакивает на обратную сторону. Потому что вот в дырочку мы прокалываем, и назад в эту же дырочку нужно вывести иглу, и фрузелок туда проскакивает. То есть два обвития в одну нить, это очень-очень мало. Написано в инструкции, так что два обвития. Ну, в общем, я сделала три. И вот такие получились фрузелочки. Очень красиво. Обалденно. Мне так нравится. Ну, в общем, нужно теперь вышивать вторую сторону. Я даже не знаю, завтра буду я вышивать вторую сторону, или буду вышивать какой-то другой процесс на Аиде. Я люблю менять процессы, чередовать. Ну, очень хочется быстрее посмотреть, как будет этот кактус выглядеть в готовом виде. Ну, ладно. Завтра будет день, завтра будет видно. Как настроение? Будет, от этого все зависит. Следующий процесс, который я на этой неделе захотела повышивать, это вот такой павлин от фирмы Dimensions. Ричику очень нравится этот павлин. Да, мой мальчик? Нравится. Мы с ним смотрим видео и вышиваем. Очень нравится этот процесс, но вышивается довольно-таки сложно. Вот этот хвост павлини вышивается очень легко. Ну, это еще самый низ, вот здесь. Я дошла до цветочков. Вот эти цветы, как ни странно, очень сложно вышиваются. Здесь бленды, полукресты, крест. Часто меняется нитка. Ну, как-то я вот на этом фрагменте застопорилась. И почему-то не люблю вышивать полукрест. Не знаю. Вроде вышивается-то быстро. В два раза быстрее, чем мы вышиваем крестик. Но вот, особенно если полукрест в одну нить, не знаю почему, мне не очень хочется его вышивать. Но я не оставляю этот сложный участок на потом. Я все вышиваю подряд. Единственное, я не делала бэкстич, но, наверное, вот на этом фрагменте я сделаю бэкстич, чтобы потом не возвращаться. И уже будет видно готовый результат. В принципе, многие девочки говорят, что не любят делать бэкстич. Когда его остается очень-очень много, то в итоге в конце он начинает раздражать. Меня тоже огромное количество бэкстича утомляет. То есть, если я вижу, что мне его нужно сделать много, то я оставляю на потом. И может работа даже лежать несколько недель, пока я возьму ее и доделаю бэкстич. Поэтому я для себя выработала такую схему вышивать бэкстич сразу, не оставляя на потом. Тогда уже, приближаясь к концу работы, вы понимаете, что вот еще немножко, и работа будет закончена. А если же бэкстича остается много, то нет вот этой радости от законченной работы, а наоборот разочарования, что нужно столько много вышивать бэкстича. Мне нужно уже передвинуть пяльцы, но сегодня я уже устала вышивать, поэтому бэкстич я оставлю на завтра. На завтра. Но это будет уже следующая вышивальная неделя. Так, Ричик, не хулигань. Поэтому следующее продвижение вы уже увидите на следующей неделе. Ну, возможно, следующая вышивальная неделя начнется с этого фрагмента. Хотя не факт. Я могу передумать еще. Завтра наступит, и, возможно, я захочу вышивать что-то другое. Раз уж вы смотрите вышивальную неделю, а значит, здесь я покажу все фрагменты, которые были за неделю. Оформила вот эту икону от фирмы Новослобода. И в предыдущем видео есть отдельный ролик, посвященный оформлению этой иконы. Первый раз я оформила работу в музейное стекло. И как раз рассказываю свои впечатления в отдельном ролике. Для того, чтобы по поиску вам удобнее было смотреть мои готовые работы, я выделила эту работу в отдельный ролик. Ну и также для тех, кто ищет информацию о музейном стекле, чтобы удобно было ориентироваться. Поэтому, собственно, нужны отдельные ролики. Зрители мне в личку пишут до сих пор, вот, допустим, пишут, где вы оформляли шкатулки. Девчонки, я уже в трех или в четырех видео показывала шкатулки, рассказывала, где я их оформляю, но все равно в личку продолжают поступать вопросы. Поэтому те, кто смотрит мой канал регулярно, вы не злитесь, пожалуйста, не обижайтесь, если есть повторы. Эти повторы просто необходимы для новых зрителей или для тех зрителей, которые невнимательно смотрят канал или смотрят не все видео. Ну, я, в принципе, спокойно к этому отношусь, поэтому мне несложно повторить. Если несколько раз вопрос поступил в личку от разных людей, то я об этом еще раз напоминаю в видео. Что я захотела повышевать еще? Конечно, я захотела довышевать кактус. И я его завершила. У меня вот готова матрешка, я еще не сшивала ее, и завершила кактус. В общем, мне нужно на следующей неделе оформить эти две игрушки, а также снять по этим игрушкам видео отдельное. Очень много девочек задают вопросы, каким образом вырезаю, сшиваю, ну, чтобы поподробнее я показала вышивку на пластиковой конве. Поэтому я сейчас много уделять не буду внимания этой работе. Я обязательно сниму видео на следующей неделе об этих игрушках от фирмы Жар-Птица. Ну, обалденно. В каждом, наверное, видео я буду хвалить эти игрушки, потому что я от них просто в восторге. Посмотрите, сколько бисера здесь пришивается, фрузелки. Ну, я показывала уже на передней половинке вот эти маленькие фрузелки, которые должны были вышиваться в два оборота. Я делала в три оборота, потому что в два очень мелкие. Я мучилась. У меня постоянно выскакивал фрузелок. Я, по-моему, об этом рассказывала. Кстати, когда в течение недели снимаешь фрагменты, иногда можно забыть, что снимала пять дней назад. Вот рассказывала или не рассказывала. Поэтому, возможно, повторение. Ну, в общем, здесь тоже большое количество бэкстича. Но как-то бэкстич на пластиковой конве выполняется легко, по дырочкам. Хотя на схеме не всегда он совпадает по дырочкам вот этим. Иногда смотришь и понимаешь, что между дырочек воткнуть некуда иглу. Но на схеме показано, что должно быть именно так. Или нужно делать большую протяжку, которая не будет закреплена. Поэтому иногда чуть-чуть мне приходилось бэкстич изменять. Ну, так как мне было удобно. Его делать вот таким образом я его и вышивала. И все, кто подписан на мой канал Ассорти, те уже видели эту готовую работу. Потому что пока в течение недели склеишь все фрагменты, то проходит неделя. И в течение недели коротенькие фрагменты я иногда выставляю в Инстаграм. Или... Ну, я Ютуб люблю больше, чем Инстаграм. Вот. Поэтому еще и короткие ролики я выставляю на канал Ассорти. И девчонки, кто подписан на канал Ассорти, уже все это видели. Ну, канал Ассорти, он не только о вышивке. Там собраны ролики со всех моих трех каналов. Там может быть и про огород, и про жизнь, про все. Но все, кто подписан, узнают все раньше, чем на моих основных каналах. Потому что длинные ролики нужно собрать фрагменты и смонтировать. На это уходит несколько дней. Ну, а иногда хочется чем-то поделиться, просто не терпится. И я короткий ролик снимаю и выкладываю. В принципе, зрителям это тоже удобно. Кстати, у моего канала Ассорти уже есть поклонники, которым нравится именно такой формат коротких видеороликов. Ну, не у всех есть время смотреть длинные ролики. Особенно девчонки, которые не вышивают. У нас же вышивальщицы в основном любят длинные ролики. А девочки, кто не вышивает, подписаны на канал Жеребы или на огородный канал, они любят смотреть коротенькие ролики. И там же они смотрят мои вышитые работы. Вот. В общем-то, мне удобно иметь один такой канал, где собрано все. Если интересно, заходите, подписывайтесь. Ссылки на все мои каналы, на соцсети есть под каждым моим видео. Единственное, если вы молча в соцсетях кидаете приглашение дружить, а то я его могу отклонить, потому что много добавляется каких-то вирусных страниц, спамы рассылают. Поэтому те, кто мне пишет «Привет, я ваша зрительница, добавьте меня в друзья», тех я добавляю. А если молча, то я отклоняю. На этом я заканчиваю эту вышивальную неделю. Да, сейчас ролики не получаются особо длинные из-за огорода. И мне хочется свободное время проводить за вышивкой. И, конечно же, длинные видео тоже будут, и теги будут. Но вот пока я наслаждаюсь вышивальными процессами. Хочется мне повышивать. Так проходит мой отпуск. Очень хочется мне как можно больше вышить. Ну все, в общем, буду продолжать вышивать павлина. Еще вот такой вот магнитик. Наверное, каждый раз я его буду показывать. Он невероятно красивый. И вот этот магнит, я думала, он тяжелый, будет плохо держаться. Но там такой огромный магнит с обратной стороны. Сейчас я вам его покажу. Вот такой большой магнит, что он прекрасно держит и схему, и самого вот этого павлина. Но очень красиво. Он в такой же цветовой гамме, как и мой павлин от Dimensions. Прям получаю удовольствие я от этого процесса. Да, кстати, я не сказала. Этот процесс я вышиваю в совместном проекте Юлии Сайкиной, который называется Павлины. Ссылочку на ее канал оставлю под видео. Если у вас есть картины с павлинами, неважно, нитками вышиваются или бисером, то вступайте и будем вышивать вместе. На этом я заканчиваю свое видео. Большое спасибо за просмотр. Всего вам доброго. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok